МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Опенова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новая профессия за счет государства. Центр занятости населения предлагает бесплатное обучение для отдельных категорий граждан. Дорога не место для игр. В СОРОВе выросло число ДТП с участием детей. История о том, как на Руси пряники печатали. Пушкинка приготовила для юных читателей вкусное расследование. Далее расскажем во всем подробно. Около 600 образовательных программ в регионе. Более 40 тысяч по всей стране. Центр занятости населения предлагает бесплатное обучение для отдельных категорий граждан в рамках национального проекта «Демография». Подробности в нашем следующем репортаже. Бесплатное обучение в ведущих образовательных учреждениях страны теперь не несбыточная мечта, а реальная возможность. Воспользоваться ей соровчане смогут, приняв участие в федеральном проекте «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Горожанам доступно 585 образовательных программ по региону и более 40 тысяч по всей стране. Подать заявку на обучение в рамках проекта «Демография» могут следующие категории граждан. Граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста, то есть от 0 до 7 лет включительно. Безработные граждане, зарегистрированные в органах службы занятости. Также на обучение могут претендовать работники, которые находятся под риском увольнения. Более точную информацию о категориях граждан можно узнать в Центре занятости. Заявку на обучение необходимо подать через единую цифровую платформу «Работа в России». Затем в течение трех дней гражданин должен предоставить в Центр занятости все необходимые документы для подтверждения своей категории. Рассмотрение и принятие решения по заявке может составлять до 7 рабочих дней. После одобрения заявки в течение 10 календарных дней гражданин будет зачислен в группу обучения. Всю информацию о статусе поданной заявки можно просматривать в личном кабинете в разделе «Мое обучение». Место и формат обучения очный или дистанционный также можно выбирать при подаче заявки. Дрительность обучения зависит от выбранной программы от трех недель до трех месяцев. По окончанию учебы выдают документы квалификации. Принять участие в проекте можно только один раз. Координируют программу три федеральных оператора Российская академия народного хозяйства и государственные службы при президенте РФ, Томский государственный университет, агентство развития профессионального мастерства WorldSkills Россия. Также немаловажный фактор. Надо именно при выборе направления обучения понимать востребованность данной профессии. Вот в этом наши специалисты оказывают услугу. Как при выборе, так и при подаче заявки. У нас на нашей территории действуют два, так сказать, гостевых компьютера, потому что технически не у всех людей возможность подать эти заявки из дома. Поэтому здесь специалисты могут оказать помощь. Более подробную информацию об обучении можно получить по телефону 9-84-58. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24. Возможность льготного погашения ипотеки расширят. Госдума приняла закон на тему поддержки многодетных семей с ипотекой. Теперь льготы будут касаться случаев, когда собственником жилья являются дети, а не только родители. Сейчас в рамках государственной программы родители при рождении в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года третьего или последующих детей получают выплату в размере 450 тысяч рублей. Ее они могут направить на погашение части задолженности и процентов по жилищным кредитам. Однако, как показала правоприменительная практика, реализация этой меры поддержки невозможна, если одним из собственников приобретенной квартиры являются не только супруги, но и их ребенок. Банки просто отказывают таким семьям в погашении кредитных обязательств, пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Между тем, при приобретении жилья с использованием материнского капитала детям в обязательном порядке должна выделяться их доля. Закон, по словам спикера, скорректирует действующий сейчас механизм поддержки многодетных семей. Они смогут погашать ипотечный заем выплаты и в том случае, если одним из собственников жилья является ребенок. В России обновлены исторические минимумы по уровню безработицы. Среди граждан в возрасте 15 лет и старше по итогам мая этого года он составил 3,9%, сообщает Росстат. Всего в мае, как безработные, квалифицировались около 3 миллионов человек. В среднем работу ищут около полугода женщины и 6,5 месяцев мужчины. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Банк России запустил в обращение модернизированную 100-рублевую банкноту оливково-оранжевого цвета, пишет российская газета. Банкноту выполнили в современном дизайне. Она содержит усиленный защитный комплекс аналогичной 200-рублевой купюре. Посвящена Москве и Центральному федеральному округу. На лицевой стороне изображен фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, а наоборотный Ржевский мемориал советскому солдату. На банкноту нанесен QR-код, ведущий на страницу Банка России, где размещена подробная информация о художественном оформлении и признаках подлинности. С 2023 года получить свидетельство о рождении и браке можно будет в электронном виде. К этому времени ЗАГСы перейдут на цифровой документ оборот, сообщил глава Минюста Константин Чученко. Он также отметил, что любой государственный орган сможет самостоятельно запросить соответствующие данные. Кроме того, при желании любой человек сможет получить свидетельство на бумажном носителе. Пенсионеры и инвалиды смогут получать льготу по капремонту без сбора документов. Госдума в первом чтении приняла законопроект, который переводит процедуру оформления компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для пенсионеров и инвалидов в заявительный порядок. Документ значительно упрощает процедуру. После подачи заявления льготникам не придется собирать документы. Органы исполнительной власти на местах должны будут делать это самостоятельно. Законопроект в случае его окончательного принятия вступит в силу 1 сентября. В Центр тестирования ГТО поступили серебряные и бронзовые знаки отличия и удостоверения к ним 1, 2, 3 и 4 степени за 4 квартал 2021 года. Для получения знака и удостоверения вам необходимо связаться с Центром тестирования по телефону 9-93-94 и согласовать время и день, в который вы сможете их получить. При себе необходимо иметь оригинал документа удостоверяющего личность. Опасные каникулы. По статистике, летом детский травматизм увеличивается в полтора раза. Зачастую телесные повреждения дети получают на дорогах. Поэтому с раннего возраста важно им объяснять, почему необходимо соблюдать правила дорожного движения. Лежит эта работа не только на родителях. Активно к ней подключаются сотрудники ГИБДД и департамент образования. На территории Нижегородской области за 5 месяцев этого года число ДТП с погибшими детьми возросло на 33,3% с 3 до 4. Количество аварий с участием несовершеннолетних при этом сократилось на 8,8% с 205 до 187. Среди погибших детей 3 пешехода и 1 пассажир транспортного средства. При этом в Сарове зарегистрирован рост ДТП с детьми. За 5 месяцев 2022 года на территории города Саров зарегистрировано 6 ДТП с участием детей. За аналогичный период прошлого года 2. В данных ДТП пострадали 6 человек. В прошлом году 2 человека. ДТП делится на следующие виды. Наезд на велосипедиста 1 ДТП, столкновение 1 ДТП и наезд на пешехода 4 ДТП. В большинстве случаев вина лежит на водителях, но бывает, что авария происходит из-за невнимательности ребенка. В случае с велосипедистом он выехал на пешеходный переход. Одно из ДТП с пешеходом произошло из-за того, что мальчик выбежал из-за припаркованных машин в неустановленном месте, хотя рядом был переход. Для профилактики подобных происшествий ГИБДД Сарова постоянно проводит конкурсы и акции. Было проведено 29 мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Такие как полицейский Дед Мороз, безопасная горка, письмо водителю, снежный дорожный знак, пропагандистский автобус, скворечник в стиле ПДД, ура каникулы. В деле профилактики аварии дорожные полицейские тесно сотрудничают с департаментом образования, сообща со школами, проводят классные часы и акции. Простыми словами, пытаясь объяснить детям правила безопасности, эту работу не оставляют даже летом. С сотрудниками ГИБДД во всех пришкольных лагерях были проведены беседы с детьми на тему «Лето, детство, ПДД, безопасное поведение на улицах во время школьных каникул». Также было проведено мероприятие «Мой друг – велосипед», проведен фестиваль рисунков «Что для меня ПДД». Очень важно уже в раннем возрасте заложить основу сознательного отношения к соблюдению безопасности движения на улицах и дорогах. Самое действенное средство воспитания – пример. «Взрослых». Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В рамках летнего проекта «Библионии» детская библиотека имени Пушкина подготовила для юных читателей вкусное расследование о том, как раньше на Руси пряники печатали. Ребята узнали, как зародился пряничный промысел, познакомились с особенностями приготовления пряников в старину, заглянули в гости к мастерам пряничного дела. Медовый хлеб – дальний родственник пряников. Это лакомство наши предки делали, смешивая ржаную муку с медом и ягодным соком. Без этих сладких лепешек не обходились традиционные русские ярмарки и народные праздники. Сверху пряники украшали белой, малиновой или золотой глазурью, выдавливали изображение цветов, волшебных птиц, рыб, сценки из жизни. А еще в разных странах есть свои национальные пряники с особой рецептурой. В Швейцарии – это лекерли, в Польше – таруньские пряники. Мне сегодня понравилось то, что у каждого народа есть свой традиционный пряник, особенный и неповторимый. Мне запомнилось, что пряничный архитектор сделал питерские достопримечательности из пряников. Мне запомнилось, как печатается пряник, и мне запомнилось то, что в русский пряник всегда добавляли мед. В библиотеке имени Пушкина ребята провели вкусное расследование о том, как раньше на Руси пряники печатали. Для этого читатели сначала познакомились с историей этого лакомства и несколькими видами традиционных русских пряников. Узнали о том, что такое печатные, вырезной и лепной пряники, как на тесте делают рисунки и изображения. А потом юные сыщики отгадывали загадки и пробовали составить свой рецепт популярной сладости. Мы с ребятами говорили о том, от какого слова произошел пряник, какие бывают пряники – тульские, покровские, городецкие, по форме какие пряники – вырезные, лепные, ну и так далее. Играли очень много, ребята подбирали свой собственный рецепт пряников из предложенных для них ингредиентов, таких, например, как мята, куркума, имбирь. И от этого уже получались у нас, ну понятно, что фантазировали, мятные пряники, имбирные и так далее. В конце вкусного расследования все ребята получили сладкий сюрприз. Библиотекари угостили участников встречи пряниками. Следующее мероприятие в библиотеке имени Пушкина в рамках проекта «Библионии» пройдет в следующую среду, 6 июля в 14.00. Юным читателям предстоит создать групповой архитектурный проект «Почему дома улыбаются». В Сарове начал работу первый доп. офис Россельхозбанка. На торжественной церемонии открытия присутствовали представители ядерного центра и администрации города. Подробности далее. Ипотечный кредит на покупку либо строительство загородного дома с участком теперь можно получить под 3% годовых. Сельская ипотека – уникальное предложение Россельхозбанка. Заемщикам могут стать царовчане возрастом от 21 до 75 лет. Минимальный размер кредита – 100 тысяч рублей сроком до 25 лет. Россельхозбанк – государственный банк. Он входит в тройку лидеров среди крупнейших розничных банков по объему ипотечного кредитования. «Мы – банк с очень известной и хорошей историей. Банк воздался в 2000 году как специализированный банк, основная задача которого была организовать правильное финансовое обслуживание нашего агропромышленного комплекса. Мы с этой задачей справились. На сегодня мы движемся дальше. Мы стали современным высокотехнологичным банком. У нас все виды сервисов и услуг присутствуют». Больше тысячи отделений по всей стране. 30 из них в Нижегородской области. Миллионы довольных клиентов. Особое внимание в банке уделяют подбору персонала. Каждому из сотрудников можно смело обращаться за консультацией по любым вопросам работы банка и быть уверенными в том, что вам обязательно помогут. «Мы выбираем лучших людей. Надеюсь, что все, кто придет сюда, оценят не только обстановку, но и то, кто с ними разговаривает, как с ними разговаривать, как отвечают на их вопрос. Мы подбираем, конечно, стараемся подобрать персонал. Мы знаем, что саровчане – это самый требовательный клиент в Нижегородской области, самые по-хорошему избалованные вниманием и сервисом. Поэтому надеюсь, что наш сервис они оценят и будут довольны». Мобильные приложения для физических и юридических лиц – удобный и понятный сайт. Россельхозбанк идет в ногу со временем. Узнать о его выгодных предложениях можно, не выходя из дома, и всего за пару кликов. Теперь Россельхозбанк стал еще ближе. Первый доп. офис открыли в нашем городе. «На сегодня вы седьмые в городе, и это, поверьте, счастливая цифра. Уверена, что все получится, и старт будет легким, успешным. Город ждал вас, город хочет хорошей спортивной конкуренции, которая, конечно, дает возможность горожанам выбирать лучшее из лучшего. И ваша ниша уже понятна, желанна, вопросы уже задают. Поэтому в легкий путь, в добрый путь, в долгий путь». Доп. офис банка расположен по адресу улица Московская, 11. Посетить его можно с 9 до 18 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова